Карагандинский технический университет. Кафедра строительные материалы и технологии. Дисциплина. Ресурсосберегающие технологии. Производство строительных материалов. Тема. Материалы из отходов переработки древесин и другого растительного сырья. Специальность. Производство строительных материалов, изделий и конструкций. Разработал доктор технических наук, профессор Кафедры Смит Шакижанова Львиды Шакижанова. Карагандин. 2020. План сегодняшнего занятия. Рассмотрим план. Первое. Общая характеристика отходов. Второе. Вярющие материалы с применением золошлакового сырья. Третье. Заполнители из топливных зол и шлаков. Четвертое. Золосодержащие бетоны и растворы. Пятое. Материалы из отходов переработки древесины и другого растительного сырья. Пять и один. Общая характеристика отходов. В России находится около 50% мировых запасов древесины. Более половины ее ежегодных заготовок направляется на нужды строительства. Анализ потребления древесины показывает, что ее заготовка и переработка сопровождаются огромными потерями. До 50% по всей перерабатываемой древесины составляют побочные продукты в виде отходов. Большая часть которых сжигается или выводится во два. Между тем, они являются ценными и сырьем для производства разнообразных строительных материалов. А также для гидролизной, целлюлозной и других отраслей промышленности. Утилизация отходов древесины имеет огромное народно-хозяйственное значение. С одной стороны, она позволяет удовлетворить потребность строительства. А во второй, во многих конструктивных облицовочных и теплоизоляционных материалах по техническим свойствам, в ряде случаев превосходящих пивоматериалов. А с другой существенно сократить объемы вырубки веса. Объемы строительно-монтажных работ увеличиваются гораздо быстрее, чем объемы заготавливаемых древесин. В связи с этим, кондиционная древесина становится в строительстве все более дефицитным материалом. Удельные нормы расхода веса материала в капитальном строительстве постоянно снижаются. Использование отходов заготовки и переработки древесины является важнейшим источником удовлетворения потребностей строительства в эффективных строительных материалах. Отходы древесины образуются на всех стадиях. Ее заготовки и переработки. К ним относятся ветви, сучья, вершины, откумлевки, козырьки, опилки, пни, корни, кора и корост, которые в сумме составляют около 21% всей массы древесины. При переработке древесины на пивоматериалы выход продукции составляет в среднем 65%. А в остальных, а остальная часть, образуют отходы в виде горбля 40% в 14%, а пилок 12%, срезок и мелочи, мелочи в количестве 9%. При изготовлении из пиломатериалов, строительных деталей, мебели и других изделий получают отходы в виде стружки, опилок и отдельных кусков древесины, составляющие до 40% массы переработанных пиломатериалов. Отходы образующиеся в результате процессе переобработки древесины классифицируют в зависимости от вида на три группировки. Первый вид – твердые или кусковые. Второй вид – мягкие, то есть опилки или стружка. И кора. Отходы классифицируют также в зависимости от последовательности получения, то есть образуемые при заготовке леса. Использование древесины в круглом виде, первичной и вторичной обработки и переработки древесного сырья. Для производства строительных материалов и изделий в основном используют опилки, стружку и кусковые материалы. Последние применяют как непосредственно для изготовления клееных строительных изделий, так и перерабатывая их на техническую щеку, а затем на стружку, дробленку, волокнистую массу и так далее. Опилки – это один из более массовых отходов лесопиления. И деревообработки. Частично опилки используют на гидроизоляционных заводах, гидролизных заводах, спиртового и дрожжевого профиля, как выгорающую добавку при производстве кирпича или как заполнитель в гипсоопилочных плитах, но значительная их часть сжигается или сбрасывается в отвал. Фракционный состав опилок зависит от способа получения и составляет 10,2 мм. Частицы крупностью 0,2 мм составляют древесную муку. Насытная плотность и користость древесных отходов зависит от вида древесных пород и фракционного состава, который мы рассмотрим в таблице 5,1. Рассмотрим таблицу 5,1. Фракционный состав и свойства древесных опилок. Фракционный состав процентов. Частиц крупностью в миллиметрах 2,10, 10,5, 5,2,5. Насытная плотность с сухого состояния в килограмм, на метрах убитушки. Пористость в процентах от объема. Способ получения опилок предопределяет их физические особенности. При распиловке бревен на дисциплиной раме получают опилки крупностью до 7 мм, имеющие форму, близкую к кубическому. При обработке древесины на круглопильных столках опилки имеют волокнистую структуру и размеры от 1 до 2 мм. Опилки, полученные на дисциплиной раме, имеют большие размеры и поперек волокон, что, как правило, неблагоприятно сказывается на механических свойствах изделий. Технологическая щепа или щепа это продукт первичного измельчения кусковых отходов и неделовой древесины, которая предназначена для последовательности последующей переработки на дроблёв. Стружку и волокнистую массу Щепу получают на дисковых или барабальных рубинных машинах. Рассмотрим с вами технологическую схему производства щепы, которая показана на рисунке 5.1. Рисунок 5.1. Производство щепы с замкнутым циклом сортировки. Рассмотрим под цифрой 1. У нас находится древесинный долготип. Под цифрой 2. Рубильная машина. Под цифрой 3. Циклон. Под цифрой 4. Конвейер. Пять. Плоская сортировка. Шесть. Дезинтегратор. Семь. Вертикальный элеватор. Восемь. Ленточный конвейер. Девять. Приёмник. Десять. Пневмоконвейер. Требования к щепе определяются её назначением. Обычно нормируются размеры щепы. Содержание в ней гнили, коры и минеральных примесей. При изготовлении волокнистой массы. В производстве древесных волокнистых плей. Для нормальной работы. Размойных фабрикадов. Желательно, чтобы куски щепы были приблизительно одинаковыми. Длина волокон 20-25 мм. Ширина. Поперёк волокон 15-30 мм. И толщина. 3-5 мм. Для производства древесно-стружечных плей. Плоского прессования. Оптимальная длина щепы составляет 40 мм. А при экстрадионном 20 мм. Оптимальная же толщина. Она в обоих случаях равна 30 мм. В технологической щепе содержание гнили ограничено до 5% или вообще недопустимо. Содержание минеральных примесей должно составлять 0,3-1%. Объёмы коры в производстве древесно-волокнистых плит не должен превышать 15%. А древесно-стружечных не должен превышать 12%. Характер в последующей переработке щепы определяется видом получаемого материала. Для получения арболита применяют дроблёнку или стружку. Древесно-стружечных плит. Стружку. Древесно-волокнистых плит. Волокнистую маску. Древесная дроблёнка должна иметь коэффициент формы. То есть отношение наибольшего размера к наименьшему. 5-10 и толщину 3-5 мм. Наибольшая длина до 25 мм. Такая форма частиц позволяет приблизить по абсолютному значению влажностные деформации вдоль и поперёк волокон. Снизить их отрицательное воздействие. Структура образования. И прочность арболита. Стружка для изготовления арболита должна иметь минимальную толщину. 1,1 и 1 мм. И длину 2-20 мм. Для наружных слоёв древесно-стружечных плит. Соответственно, 1,1 и 2,1 и 10-20 мм. Средних слоёв 4,1 и 40-60 мм. Стружка может быть получена и непосредственно из отходов веса перения. Вес предварительной их переработки. На щепу. Сырьё перед переработкой на стружку подвергается специальной обработке, заключающейся в сортировке по породам. Гидротермической обработке. Опорки. Разделки. Удаление гнили. Гидротермическая обработка древесины производится паром. При давлении 0,25-3 мегапаскаль. Или проварка его в воде при 70-85 градусах. Нагрех и увлажнение древесины снижают шероховатость стружек. Сокращают количество мелкой фракции. Древесина, поступающая на переработку стружки, должна иметь 30-40%. И температуру. В зависимости от породы. 10-50% градусов. Волокнистую массу для изготовления древесного волокнистого хлопа получают механическими, термохимическими, химико-механическими способами. Механический размол основан на истирании древесины в специальных машинах, рабочими органами, которые служат быстро вращающиеся репленные диски или металлические бобилы. Для облегчения размола и увеличения выхода волокнистой массы в смесь, добавляя большое количество воды. Особенностью термо-механического размола является предварительная обработка волокнистой массы пара. При давлении 8,5 и 1 мегапаскаль. Химико-механические способы основаны на различной растворимости отдельных химических веществ, составляющих древесину в слабых растворах щелочей. Эти способы состоят из двух процессов. Химической обработки щипы и механического размола. Средняя длина волокон в массе колеблется от сотых долей миллиметра до 3-4 миллиметра. Один амитр их составляет 30-50. В производстве строительных материалов применяют отходы как хвойных, так и лиственных пород. При этом для производства большинства материалов хвойных пород предпочтительнее, так как они содержат меньше водорастворимых, экстрактивных веществ, а также различных сахаров, дубильных и смоленинистых веществ, которые отрицательно влияют на процесс отвердения цемента. Древесины хвойных пород велико содержания длинных и прочных волокон, что позволяет получать из нее высококачественную волоконистую маску. При применении, в производстве древесно-экструзионных, древесно-строжечных веществ, сырья из лиственных пород повышается расход смолы. Также уменьшается производительность пресса на 30-40%, а прочность плит снижается на 25-30%. Для уменьшения количества экстрагируемых веществ в древесных отходах содержание примесей коры должно быть минимальным, полезным. Также вылеживание древесины после вырубки на складах в течение 4-6 месяцев. Цементные яды, содержащие в древесине, обезвреживающие ее минерализацией, то есть пропиткой растворами солей, таких как хлорид кальция, серно-кислые гримнизом, растворимое стекло и другие. Разработаны технологии получения строительных материалов из коры и адубин, отходы производства дубильных экстрактов. Дубильные экстракты используются в кожевной промышленности для обработки облагораживания натуральной кожи. Исследования подтвердили возможные организации производства арболита. На адубине фракции 2,5-10 мм полученных на этих отходах арболит имеет среднюю плотность около 650 кг на метр кубичный и прочность 1,5-2 мегапаскаль. Количество коры на стволах деревьев различных пород в процентах к объему стволов составляет для сосны 11,17, для ели 9,16, березы 13,15, осины 11,18, дуба 16,23, лиственницы 22,24, кедра 11,16 и пифты 11,15%. Механические свойства коры зависят от влажности и изменяются в больших пределах, так как при увеличении влажности коры сосны от 20 до 70%, временное сопротивление растяжения вдоль волокон снижается в 2,3 раза. Вперёк волокон в 6,7 раза и временное сопротивление срезу вперёк волокон в 2,1 раза, вдоль волокон 3,8 раза. Химический состав коры отличается от состава древесины. Это различие обуславливается их разным анатомическим строениям. Кора содержит значительно больше экстрактивных веществ, чем древесина. Важным источником строительного сырья также являются сельскохозяйственные отходы растительного происхождения. Особенно значительным является объём таких отходов переработки растительного сырья, как стебли хлопчатника и костра. Костра – это отход первичной переработки стеблей конопли. И льна после пропускания их через пень-каняльные машины, отделяющие пеньку от измельчённой, одревесневшей части стебля. Длина частиц коноплянной костры составляет 10-70 мм. Линяной – 55 мм. Ширина до 3 мм. И толщина – 0,2-0,3 мм. Средняя плотность – 10-120 кг на метр кубический. Костра практически не содержат водорастворимых сахаров, так как они выщерливаются при предварительном вымачивании лубяных культур на пенькообрабатывающих предприятиях. Поэтому костру перед перемешиванием цемента с цементом в отличие от древесных заполнителей заполнителя предварительно не замачивают в проточной воде или растворе самим. Также дроблённые стебли хлопчатника, гузапай, остаются после уборки лобка. В стеблях хлопчатника также, как и в древесине, присутствуют водорастворимые вещества, состав которых представляет собой сложный комплекс органических веществ. Также приблеживание стеблей хлопчатника в результате биологического и климатического воздействия содержания в ней водорастворимых веществ уменьшается. Также содержание отчёсов, пакли и других комковатых включениях в кострельно-конопли и дроблённых стеблях хлопчатника не должно превышать 4% по массе. В качестве заполнителей композиционных строительных материалов, кроме рассмотренных выше отходов, могут быть использованы рисовая солома и подсолнечная луна. Материалы на основе минеральных вярышек. Древесные отходы без предварительной переработки, опилки, стружка или после измельчения, щепа, дроблёнка. Древесные шерсть могут служить заполнителями строительных материалов на основе минеральных вяжущих. Эти материалы характеризуются невысокой средней плотностью и теплопроводностью, а также хорошей обрабатывательностью. Пропиткой древесных заполнителей, минерализаторами и последующим смешиванием их с минеральными вяжущими обеспечиваются биостойкостью и трудно сгораемостью материалов на их основе. Недостатками материалов на древесных заполнителях являются высокое водопоглощение и сравнительно низкая водостойкость. По назначению эти материалы делятся на конструкционно-теплоизоляционные, теплоизоляционные и конструкционные. В композиции с древесными заполнителями могут применяться все виды минеральных вяжущих. И основными среди которых являются портлан-цемент. Степень пригодности основных пород древесины для изготовления материалов с применением портлан-цемента приведена в таблице 5,2. Наряду с древесными заполнителями для производства материалов с применением минеральных вяжущих Могут применяться и другие целлюлозы, содержащие заполнители. При применении древесных и других растительных заполнителей эффективно применение быстротвердеющего портлан-цемента с преобладанием олита как основного минерала цементного клинкера. Использование быстротвердеющих цементов позволяет получить достаточную прочность материала до начала активного выделения. Пригодность некоторых пород древесины для композиции древесина-цемент. Мы можем посмотреть породы древесины, такие как ель, тополь, береза, сосна, дуб, ясень и лиственница, содержание водорастворимых веществ, процентов и степень пригодности древесины. В технологии вредных веществ наряду с применением высокоолитовых цементов имеется положительный опыт использования быстро схватывающихся биолита-шламовых цементов, не содержащих олита. Основным компонентом этих вяжущих является биолит, который в меньшей степени подвержен действию экстрактивных веществ, содержащихся в заполнителе растительного происхождения. Эта вяжущая получает путем совместного помола обожженного при 650-700 градусах, так называемой белого шлама, отхода металлургического производства и 12-15% гипса. С успехом могут быть также использованы оленидовый цемент и вяжущие низкой водопотребности ВНВ. Оленидовый цемент получают на основе оленидового клингера, низкотермального синтеза, то есть обжигом до спекания при температуре 1200 градусов. И смеси, содержащие хлорид кальция, то есть хлорид магния, и обеспечивающие преимущественное содержание в клингере высокоосновного хлоросиликата кальция, а также ортосиликата, хлоралумината и хлоралимоферита и хлороферита. Оленидовый цемент выпускают марок 400, 500 и 550. Его целесообразно используют для неармированных конструкций и изделий. Вяжущие низкой водопотребности, то есть ВНВ, получают совместным располагом фатланцемерного клингера и минеральных добавок, песка, шлака и других. При введении суперпластификатора. Удельная проверность ВНВ 4500-1200 см2 на грамм. Сроки схватывания его можно урегулировать в широком диапазоне от 30 минут до 24 часов. При нормальных условиях по сравнению с портланцементом. ВНВ обладает значительно меньшей водопотребностью, то есть нормальная густота 14-16%. И большей скоростью набора прочность, что позволяет улучшить структуру образования в контактной зоне с древесным заполнителем. И в отличие от цемента, высокопрочный гипс обеспечивает более быстрое отвердение, а также получение материалов с меньшей плотностью и большей крочностью при одинаковом расходе вяжущего. Производство древесных материалов на основе высокопрочного гипса значительно проще, чем на основе цемента. В связи с тем, что высокопрочный гипс при взаимодействии с водой аборизует нейтральную среду, которая в отличие от челочной, не вызывает выделение из древесины сахаров, отрицательно влияющих на твердение цемента, но нет необходимости минерализировать древесный заполнитель. К числу лучших вяжущих для строительных изделий на заполнителях растительного происхождения относятся магнезиальные вещества, то есть каусический магнезит и каусический доламин, затворяемые водными растворами хлористового магния и некоторых других солей. Производство этих вяжущих, однако, весьма ограничено и в основном в связи с дефицитом солевых затворителей. Главными представителями группы минералов, материалов на древесных заполнителях и минеральных вяжущих являются арболит, фибролит и опилка бетона. Арболит и цементно-стружечные материалы. То есть арболит это легкий бетон на заполнителях растительного происхождения, предварительно обработанных раствором и минерализатором. Он применяется в промышленном гранданке и сельскохозяйственном строительстве в виде панелей или блоков для возведения стен и перегородок. Плит, перекрытие и покрытие здания, теплоизоляционных и звукоизоляционных плит. Арболитовые конструкции эксплуатируют при относительной влажности воздуха и помещении не более 60%. При большей влажности необходимо устройство пароизоляционного слоя. Не допускается воздействие на арболит агрессивных сред и систематические воздействия температур свыше 50 градусов и ниже 40 градусов. Наружная поверхность конструкции из арболита, соприкасающаяся с атмосферной влагой и независимо от влажностного режима эксплуатации, должна иметь отделочный фактурный слой. И в зависимости от средней плотности высушена до постоянной массы состояния. Арболит подразделяется на теплоизоляционный со средней плотностью до 500 кг м3 кг и конструкционный 500-850 кг м3 кг. Мы рассмотрим это под 25 градусов. Теплопроводность арболита зависит от средней плотности и вида заполнителя. Для арболита на измельченной древесине со средней плотностью 4850 кг на м3 кг. Теплопроводность составляет 0,08-0,17 Вт на м3 кг. На измельченных стезах хлопчатника и рисовой салоны кастрельна и канаклина 0,07-0,12 Вт на м3 кг. Далее рассмотрим физико-технические свойства арболита на различных заполнителях, которые приведены в таблице 5. Рассмотрим таблицу средней плотности арболита. Прочность арболита прежде всего определяется качеством древесного заполнителя. И кроме того, на прочность оказывает влияние плотности другим материалом. Сейчас перед вами представлены таблицы физико-технические свойства арболита. Таблица 5.4 Окончание таблицы 5.4 Плотность, расход цемента, то есть водоцементное соотношение, применяемые добавки и однородность структуры. Сравнительно невысокие прочностные характеристики арболита объясняются химической активностью заполнителя и его подтвержденностью значительным влажностным объемом информации. Химическую активность заполнителя предопределяет количество сахаров, содержащихся в экстрактивных веществах. Уменьшить химическую и физическую активность заполнительно можно введению химических и минеральных добавок, что способствует повышению его прочностных характеристик. Предел прочности арболита зависит от его влажности, особенно в диапазоне от 0 до 25%. Максимальную прочность этого материала приобретает при влажности 16-17%. Деформация при кратковременной нагрузке, т.е. показатель сжимаемости у арболита примерно в 8-10 раз больше, чем у горки бутона на минеральных пористах заполнителя. Заключение. Изучены методы производства материалов из отходов деревообрабатывающей промышленности. Также мы ознакомлены с видами отходов и физико-механическими свойствами. Просим вас ответить на вопросы. Первый. Что такое технологическая щепа? Что такое костра? И что такое отрезвесная дробленка? Список использованной литературы. В данной презентации и видеоуроке использована книга «Строительные материалы из отходов промышленности» Дворкина в 2007 году.